Добрый день! Программа «Слушайте доктора» у микрофона Вера Власова. Последняя неделя апреля традиционно становится неделей вакцинации. О том, что это такое и для чего это проводится, поговорим сегодня с Дмитрием Батаговым, врачом-инфекционистом, главным врачом Афлацентра. Здравствуйте, Дмитрий Леонидович. Здравствуйте. Итак, девиз недели вакцинации в 2018 году. Вакцинация как право человека и общая обязанность. Расскажите, пожалуйста, об этом мероприятии, о плане мероприятий, которые в эту неделю реализуются в Европе, получается, и в России, и в Киевской области в частности. Для чего это нужно? Европейская неделя иммунизации – это ежегодное мероприятие, которое проводится во всех странах Европы под руководством, ну или как под кураторством Всемирной организации здравоохранения. То есть это не одна Россия, это все страны Европы. И каждый год они проходят под определенным девизом, но вот в этом году выбран был девиз о том, что это право каждого человека и общая обязанность. Задача Европейской недели иммунизации – это привлечь как можно больше людей к проведению прививок, потому что вокруг этого метода медицинской профилактики существует очень много мифов, домыслов, опасений, суеверий. И люди, которым обязательно нужно делать прививки, иногда бывает просто не доходят до медицинских учреждений. Поэтому давно-давно было решено, ну давно это, наверное, где-то лет десять назад, может быть. Ну сравнительно не давно. Да, я историю сейчас не очень помню, но было решено медицинских работников привлекать к тому, чтобы они рассказывали из, скажем так, первых уст о том, чем полезна вакцинация, чем она не полезна, кому надо делать, кому не надо делать, чтобы люди не питались беспочвенными слухами, чтобы они получали информацию от профессионалов, действительно ту, которую надо. О пользе, в том числе и о вреде. Вот. И чтобы не было суеверий, а чтобы была нормальная, достоверная, проверенная информация. И чтобы те, кому надо делать прививки, они шли на вакцинацию. Дмитрий Ильич, вы затронули очень важный вопрос, как мне кажется, что не только у положительных, но и отрицательных качествах и свойствах прививок. Мы сегодня с вами поговорим, я надеюсь, чуточку попозже. Давайте еще немножечко обсудим девиз недели вакцинации. Право и обязанность. То есть право делать прививки и обязанность, как я понимаю, делать прививки. Не все, далеко не все, и мы с вами за эфиром это обсуждали, считают, что это обязанность человека. Поясните, пожалуйста, в чем важность именно того, чтобы следовать некоему календарю прививок и проводить данные мероприятия для себя, для своей семьи? Значит, по поводу сначала права. То есть в каждом государстве, в европейском точно, есть нормативно-правовый акт, который называется национальный календарь прививок, который утверждается правительством данного государства. Ну, в Российской Федерации это Министерство здравоохранения в лице правительства. Вот. И в этом нормативно-правовом акте, а в Российской Федерации еще принят федеральный закон об иммунопрофилактике инфекционных болезней. То есть у нас даже на уровне федерального закона, законодательство предусматривает проведение прививок. Так вот, в нем гарантируется право людей на получение прививок. То есть на защиту от инфекционных заболеваний, которые являются социально значимыми. То есть государство гарантирует бесплатную защиту от социально значимых инфекционных заболеваний. То есть у нас, у каждого гражданина Российской Федерации есть право на защиту. Но помимо прав, конечно, у нас есть и обязанности по предотвращению инфекционных заболеваний. Значит, рассмотрим простой бытовой пример. В детском садике воспитателям, родителям, мамам, как правило, говорят постоянно, не таскайте больного ребенка, ну не водите больного ребенка с соплями, с кашлем в детский садик. Почему? Оставлять ребенка не с кем, казалось бы, чтобы он не заразил других. Вот мама, которая ведет больного ребенка в детский садик, ну потому что ей не с кем сидеть, она имеет право водить ребенка в детский садик. Но она берет на себя ответственность. Она берет на себя ответственность. С других детей. И она так-то этим не выполняет обязанность по предотвращению инфекционных заболеваний, потому что от нее ребенка может слечь вся группа. Может. И в группе объявят карантин. А потом может вообще во всем садике объявят карантин. И другим мамам будет детей тоже оставлять не с кем. И встает опять вопрос. Надо будет соблюдать права этой мамы или все-таки подумать о правах и других мам? Здесь, наверное, от количества нужно отталкиваться, да? Ну, конечно. То есть, если мы думаем о правах трех мам, то, наверное, права трех мам, они будут больше. Гораздо интереснее защитить права трех мам, чем права одной. Вопрос, конечно, философский, но на государственном уровне все равно предусмотрено так, что если у человека есть социально значимая инфекционная болезнь, то он обязан соблюдать противоэпидемические мероприятия. Ну, в таких странах, как Япония, Корея, у них это, видимо, где-то прописано уже на уровне спинного мозга, они в эпидемию гриппа, они ходят в порядке вещей в масках. Да, мы очень удивляемся, смотря сюжеты об этом по телевидению. Да, вот мы удивляемся, но при этом мы так-то не заботимся, получается, о своих близких, о своих окружающих, и мы не выполняем обязанность по предотвращению социально значимых инфекционных заболеваний. Маска – это один из методов защиты, а прививка – это другой метод защиты. То есть мы не надеваем маску, мы не делаем прививки, мы вовремя не дезинфицируем помещение. Да, прошу прощения, немножечко остановлю вас. То есть прививка является методом того, чтобы мы обезопасили вокруг себя окружающих. Да, не только себя, но и вокруг себя. Вокруг себя, да. Есть, например, такое очень социально значимое заболевание, как менингококковая инфекция. Вспышки ее происходят в организованных коллективах или в детских, в дошкольных, или в школьных, в загородных лагерях, или еще в армии. Как она проявляется? Она проявляется очень тяжело для человека, который ею заболевает. То есть в виде менингита, менингоэнцефалита, или еще хуже, это менингококковый сепсис. Что это? Это заражение крови менингококком. Менингококковый сепсис практически неизлечим, он протекает молниеносно. То есть человек с утра может почувствовать насморк, першение в горле, а утром следующего дня его уже не будет в живых. Быстро. Ни в одной стране мира по-нормальному это заболевание вот в такой форме лечить не удается. Не успевает среагировать. Не успевает среагировать, потому что когда человек приходит утром с насморком и першением в горле, врачи думают о чем? Об ОРЗ. А это не совсем ОРЗ. Это уже менингококковая инфекция, которая развьется в очень тяжелое и грозное заболевание. И причем очень стремительное. Как себя тогда обезопасить? Прививкой. Прививкой. Именно от инфекции. Прививки от менингококковой инфекции включены в национальный календарь прививок Российской Федерации. Но, к сожалению, наше население пока еще не очень дошло до того, что от менингококковой инфекции прививки делать надо в обязательном порядке согласно национального календаря прививок. Потому что случаи эти, к счастью, редкие. Насколько редкие? Я сейчас статистику точно не скажу. Ну, давайте скажем так, 1% от общего числа заболевших. Но это случаи всегда трагичные. А прогрессирует развитие этой инфекции? Нет, но она не снижается. Она не снижается пока. То есть мы теряем людей каждый год. Причем, что самое страшное, мы теряем людей не во взрослом возрасте, а мы теряем молодежь. Мы теряем вообще детей маленьких. То есть у мамы единственный ребенок. Засыпливил. И его не стало. А с какого возраста может человек заразиться этой инфекцией? С любого. То есть он пошел, ребенок пошел первый... Самый спеленный. Да, ребенок пошел. Он спеленок, по идее, не должен нигде ее подхватить. Он ее может подхватить, когда он пойдет в садик. В организованную детскую группу. Менингокок у одних людей бывает в форме носительства. То есть человек может его носить в носоглотке. Сопливить. То есть сам человек не болеет. Да, он может не болеть. А другой... Переносчик такой, инкубатор. А другой может и от него подхватить. И все. А вам приходилось такие прививки делать? В Кирове. Менингококовые нет. Менингококовые нет. Ну, здесь столько болезней. Вот вы сейчас листаете календарь прививок. На самом деле, очень их много, как я понимаю. Но невозможно же сделать все. Или это возможно? На всякий случай. Проставить себе все прививки, чтобы потом уже быть спокойным. Ну, как сказать. Нет, возможно сделать всем. Сделать возможно всем. Понятно, что дети, когда они идут в садик, они начинают болеть. Они начинают сопливить. Во время соплей, кашля, насморка и так далее, дается временный медотвод от прививок. Потом одни сроки накладываются на другие и так далее. И родители откладывают, потом говорят, да вообще не надо нам эти прививки и так далее, и так далее, и так далее. Но все равно есть некий набор, который, конечно, делать надо обязательно. Это что? Это дифтерия столбняк. Ну, и в детском возрасте это коклюш. Это туберкулез. Это полиомиелит. Это обязательно полиомиелит. Это вирусный гепатит В. Вот это вот я бы отметил как совсем обязательно. Вокруг каждой из них есть очень много предрассудков, вокруг каждой из них есть очень много суеверий. Очень много, действительно. Ну, если вопрос, который часто на опережение задают пациенты, а у вас у самого дети привиты, да, у меня дети привиты. Мы сделали. Все согласно национального календаря прививок. Я сам привит. Вот это очень важно слушать. Ну, практически от всего, там не от всего, но да, по национальному календарю, да. Насколько хватает этих прививок? То есть действия до конца жизни или несколько лет? Нет, у каждой прививки есть свои сроки действия. Поэтому они все прописываются в инструкции к препарату. И их действия согласно инструкции. И согласно национального календаря. Значит, дифтерез-столбняк на 10 лет. Вирусный гепатит В, ревакцинация каждые 5 лет. Туберкулез только в детском возрасте и в подростковом. Во взрослом только в случае, если эпидемические какие-то. В очаге вдруг человек оказывается. Так, что у нас там еще-то из таких серьезных? Полиомиелит? А, полиомиелит – это детский и подростковый возраст. И считается, да, что он на всю жизнь, потому что… Как и туберкулез, получается. Да, как и туберкулез. Как и туберкулез. Поговорили о вариациях, что можно сделать. И прононсировали мы с вами несколько минутами ранее негативные факторы. Давайте на них еще поподробнее остановимся. Что на самом деле, на чем базируются все мифы, о которых мы сейчас говорили. На чем базируется недоверие родителей. И, собственно, у самих людей к прививкам. Откуда это все берется? Из жизни. Негативные последствия бывают двух. Две большие группы – это послепрививочная реакция и послепрививочное осложнение. Конечно, осложнение – это плохо. Это плохо. Это какие-то серьезные изменения физиологические в организме. Например? Ну, например, может развиться неврит какого-нибудь нерва. То есть воспаление нерва и после этого выпадение функций каких-то мышц. Ну, грубо говоря, паралич. После прививки. После прививки. Там, наверное, сотые доли процента. Там тысячные доли процента. А вот вообще количество всего числа привитых. Я за 20 лет работы. Под моим руководством было привито десятки тысяч человек. Я не видел по-настоящему поствакцинального осложнения. Поствакцинальных осложнений, таких вот настоящих, вот о которых слагают страшные истории, я не видел. Страшилки. Да. Но они есть. Они бывают. И это все описано в приложении к федеральному закону об иммунопрофилактике. И в случае наступления поствакцинального осложнения государство гарантирует очень серьезные выплаты и социальные гарантии, если такое дело происходит. Подождите, Адмир Владимирович. Все-таки это чья вина? То есть, если так случается, кто виноват? Это врач недообследовал и прописал прививку? Либо что-то с вакциной не так? Что это? Нет. Если это по вине врача, то есть вакцина была выполнена неправильно, это будет скорее не поствакцинальное осложнение, а будет ядерогенное осложнение. То есть осложнение, вызванное вмешательством медицинского работника. Это другая группа. Поствакцинальное осложнение – это осложнение, связанное именно с введением иммунобиологического препарата. Ну, то есть вакцины. Введением вакцины? Да, да, да. То есть где-то нерв потревожили, задели. Нет, 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 нет. Это реакция организма в виде отторжения своих собственных нервов на введение вакцины. Вот так вот сложно. То есть ввели вакцину, организм на нее отреагировал неадекватным образом, то есть не так, как ожидалось. И эта реакция выразилась в том, что организм, ну, грубо говоря, иммунная система слетела с катушек, и она начала отторгать свои собственные нервы. То есть это такое качество организма, конкретного организма? Да, но это качество организма именно из-за вакцины, из-за такой вот вакцины. И, соответственно, эта вакцина, она не совсем безопасна. То есть или клинические испытания были как-то не так, или еще что-то. Но в этом уже разбираются не на уровне даже региона, это уже передается на уровень федерального центра. И там уже люди гораздо умнее, чем просто врач в поликлинике, они разбираются. Производителям вакцины делаются предписания, они вносят коррективы, эта работа ведется. То есть это нельзя говорить, что это все, ну, так, ну, никто этим не занимается, это все очень серьезно. И проблема постфакциональных осложнений в медицинском сообществе известна. Но я хочу подчеркнуть, что это крайне-крайне-крайне-крайне редко. Это тысячная, не знаю, там, десятитысячная доля процента. То есть реальные осложнения. Если говорить про вторую группу, это постфакциональные реакции. То есть это небольшой подъем температуры. Это может быть покраснение в месте инъекции. Это, ну, может быть, какой-то небольшой насморк. Это боль, тоже небольшая в месте укола. Вот. Вот это люди иногда принимают за осложнение. Это реакции, они гораздо более распространены, чем осложнения. Но они приходящие, ну, то есть, ну, может быть, день, ну, может быть, два. То есть это более-менее нормальное состояние? Да, 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 да. Ну, вот, смотрите, например, есть антибиотики, да? Вот, человек их принимает. У них тоже есть последствия? Конечно, бывают реакции организма на применение антибиотиков. То есть, ну, это широко известно, дисбактериоз. Ну, чего сейчас, мы не будем принимать антибиотики в тех случаях, когда это угрожает жизни. Они необходимы. Они, конечно, они необходимы. Поэтому антибиотики принимать надо, как и надо делать вакцины. Но всё по предписанию врачей. Да, реакции возможны, конечно, да, реакции возможны. Нечасто бывает. Нет, они бывают нечасто. Реакции поствакцинальные я в своей практике видал. У меня, наверное, женщина где-то недели две назад приходила последняя. Там был небольшой подъём температуры после прививки. Как устранили? Да, она выпила таблетку жаропонижающую, на следующий день у неё всё прошло. Но она будет привита от клещевого энцефалита. И целое лето она может его не бояться. Вот. Постепенно переходим к клещевому энцефалиту. Несмотря на непогоду за окном, были уже случаи в этом году укусы клещей отдыхающими, так понимаю, садоводными людьми. И я слышала, неоднократно слышала, что всё-таки прививки от всех болезней, переносимых клещами, лучше всего делать осенью. То есть до начала сезона. Вот мы с вами до эфира начали общаться. Вы говорите, что ситуация не совсем такая, как я это себе представляла. Поясните, пожалуйста, всё-таки, когда можно и нужно у нас в Кировской области делать прививки от болезней, переносимых клещами? От клещевых инфекций есть только одна прививка, она от клещевого энцефалита. Остальные клещевые инфекции, к сожалению, при помощи прививок от них не защитится, только от энцефалита. От клещевого энцефалита есть разные схемы применения. Опять же, зависит от самой вакцины. Могу сказать сразу, что вакцины взаимозаменяемы, независимо от производителя. То есть? Ну, то есть, например, иногда делают импортные вакцины, потом через три года приходят, ревакцинацию делают наши отечественные. Но мы не будем никого рекламировать. Я большой разницы не вижу ни между теми, ни между тем. Да, давайте лишь скажем о современных инновациях в российском производстве. Насколько наши вакцины действительно соответствуют или, может быть, уже переезжают по качеству заграничные? Как, на ваш взгляд? Она соответствует. Она полностью соответствует. На мой взгляд, она даже лучше. Она сделана на основе наших штаммов клещевого энцефалита. То есть адаптирована уже конкретно под наши потребности организма. Дело в том, что восточный вариант клещевого энцефалита, он тяжелее, чем западный. Там вакцины сделаны на основе западных штаммов. То есть такая лайт-версия. Ну да, можно так сказать. Поэтому я так-то сторонник отечественных. Но против нашей вакцины говорит то, что я как-то не видел вариант для детей. То есть наша вакцина для взрослых. Вот именно против энцефалита. Некоторые наши медицинские центры в Кирове, они, опять же, не будем называть, они выполняют для детей вакцинацию от клещевого энцефалита. Но у них, я насколько знаю, импортный вариант. Я на выставке подходил в декабре к производителям вакцины. Это НПО, микроген. Спрашивал их, почему они не могут. Ну, они руками развели, сказали, что пока не... То есть на стадии разработки? Ну, как бы, да. Усиленно разрабатываем. Будем надеяться. Да, всё-таки по времени, когда прививаться. Есть вариант, когда можно начинать осенью и подкреплять весной. Второй вариант, это делается весной. То есть две прививки, осенью и весной. Да, то есть если человек никогда не прививался вообще. Вообще никогда. Да, надо делать дважды. В первый год дважды. Промежуток должен быть, ну, никак не менее двух недель. В идеале должен быть промежуток не менее месяца. Между первой и второй. Затем подкрепляется через год однократно. Вы только что сказали, что сделать осенью и подкрепить весной. Да. Нет, не менее, а не более там речи не шла. Вот. Третья прививка делается через год. А потом раз в три года подкрепляется. Ну, это такая стандартная схема. Может быть, где-то есть вакцины с другими схемами, но вот это классика. Прививка от клещевого энцефалита защищает. Это, по большому счёту, единственный нормальный, самый простой и наиболее безопасный метод защиты от клещевого энцефалита. От заболевания, которое, конечно, имеет очень тяжёлое и страшное последствие. Каков процент того, что он защищает? Он очень высокий. Ну, я не скажу с цифру 100, но насколько мне доводилось общаться на протяжении всех этих лет с нашими врачами из инфекционной больницы, они придерживаются такого же мнения, что тяжёлых, летальных форм клещевого энцефалита после прививки, по их статистике, нет. То есть, либо инфекция совершенно не коснётся человека, либо минимальная. Либо в какой-то совсем лёгкой форме. А что касается других болезней, инфекций, которые приносятся клещами, как от них защищаться? Возможно ли защищаться вообще? От них, да, от них возможно защищаться. Вообще, от них защита очень простая. Там надо профилактический курс антибиотиков. И всё. После укуса. После укуса антибиотики. То есть, это то, что прописывают в медцентрах после обращения в медцентр? Конечно, в идеале надо клеща сдать. Конечно. Посмотреть. Сразу же. Сколько времени ещё, напомните, пожалуйста, от укуса до сдачи должно пройти? Ну, считается, что не более трёх дней. Три дня? Ну, там потом свойства клеща как бы тереть. В принципе, это более чем достаточно, мне кажется. Это более чем достаточно. Наш центр гигиены очень оперативно сейчас работает. И они очень хорошо сейчас выдают результаты. Поэтому это всё реально. Надо только не приложить некоторые усилия. Потому что бывал у меня не раз случай, когда человек приходит через неделю после того, как удалил клеща. Клеща, конечно же, он не сохранил. По-разному, но он приходит уже, когда там уже непонятно, чего с ним вообще делать. А иногда, бывает, приходит после удаления клеща уже с температурой. То есть, какая-то аллергическая реакция? Нет, уже заболевание. Уже клещевой энцефалит начинается, клещевой бралиоз. То есть, в течение этих вот первых трёх дней, да? Конечно, надо делать в самом начале, когда ещё ничего не успело начаться и когда ещё можно что-то сделать, предотвратить. Потому что все клещевые инфекции, если они начались, лечить их намного сложнее, чем профилактировать. Все. Все они имеют последствия нехорошие. Единственное, клещевой бралиоз, конечно, наверное, летальные исходы не вызывает, но к инвалидизации клещевой бралиоз, ну, болезнь Лаймана, он тоже может привести. Вот. И я призываю, если клещ укусил, не надо пускать на самотёк, надеяться, что да, оно и так само пройдёт. Дайте, какая ерунда, какая-то букашка по мне побегала. Нет, это не букашка. Это очень... Это переносчик очень грозных заболеваний, от которых... Если бы умереть, это бы ещё ладно. Вот. Люди после клещевых инфекций становятся инвалидами. Причём инвалидами настолько, что они не могут, например, держать ложку в руках. И вот такое безответственное иногда наплевательское отношение к себе, оно изумляет, например, совсем. Такой русской авось. Ну да. Да. Давайте ещё раз проговорим, что только если клещ впился в кожу, тогда следует прийти в медцентр или куда-то ещё в инфекционную больницу. И там его уже снимут. Если он не впился, этого делать, насколько я понимаю, не обязательно. Если он не впился и нет следов укуса. Если нет следов укуса, потому что он может уже оползти. Но след укуса он уже оставил. А как его обнаружили след укуса? Это всё равно видно. Видно? Это видно какое-то покраснение, какой-то небольшой рубчик, небольшая ссадина, которой не было. Вот. И рядышком где-то, может быть, там вообще просто по телу ползёт клещ. Вот. К сожалению, если я правильно помню статистику, чуть ли не каждый второй из заболевших не помнит факт присасывания клеща. То есть в самом процессе укуса? Да. Вот. Поэтому я скажу такую немножко страшную вещь, но отсутствие факта присасывания клеща ещё не гарантирует, что нет клещевой инфекции. Что человек не болен. Это к вопросу о том, надо ли делать прививки или не надо делать. Прививки, конечно, делать надо. Часто родители спрашивают, вот ребёнка надо отправлять в летний лагерь. Как его защитить? Кроме прививки никак. Дети не будут себя опрыскивать репеллентами. Конечно. Дети даже не обратят внимания на то, что какой-то паучок на них забрался и там что-то по ним ползает. На него выкинут и всё. Вот. Обработка территории, она помогает, но она, к сожалению, помогает временно. Во-первых, обрабатывать всё равно не всё. Во-вторых, вот даже если вот на прошлой неделе у нас территорию обработали, то вот после такой погоды, когда выпало огромное количество осадков, всё смоют. Всё смоют. Там, по большому счёту, 2-3 хороших грызы, и вся обработка, она заново обрабатывает. Ну, может, выделят деньги, может, не выделят. Ну, конечно, причём деньги немало, они нужны, чтобы обработать всё. Ещё раз давайте проговорим, что прививку против клещевого энцефалита можно делать и весной. До какого срока? А можно начинать и осенью. Можно начинать и осенью, да. А летом до какого периода можно сделать? Тут, вера, понимаете, тут подходы разные есть. Коллеги меня, наверное, могут поправить, но моя точка зрения, что всё-таки позже, чем после Дня Победы, прививки уже делать не очень целесообразно, потому что клещи во всём выползают, а там промежуток между первой и второй две недели, и потом ещё какое-то время нужно на выработку иммунитета. ну, то есть там уже июнь, в июле клещей всё-таки не так много. Наиболее актуальное грозное время – это у нас май-июнь. И лучше бы заканчивать где-то до 20 апреля. В идеале надо заканчивать до 20 апреля в нашей местности. Но при таких погодных условиях уже немножко попозже. То есть время до 9 мая ещё есть записаться, сделать первую прививку, потом вторую, через год ещё одну. Ну, а этом, к сожалению, вынуждены мы закончить. Ещё о многом хотели поговорить, но я думаю, что в следующий раз Дмитрий Ильич нас ещё посетит с рассказами о вакцинации, об инфекциях. Итак, это была программа «Служите доктора». Сегодня мы говорили о неделе вакцинации, европейской неделе вакцинации, о прививках против клещёвого энцефалита. В гостях у нас был Дмитрий Батагов, врач-инфекционист, главный врач Афлацентра. Дмитрий Ильич, спасибо большое, что пришли. Вам спасибо большое за приглашение. Спасибо за ваше мнение высказанное. Спасибо. Будем ждать вас ещё. С удовольствием. Да, и будьте здоровы, хорошей погодой вам. Спасибо. Вы тоже будьте здоровы. Спасибо. Слушайте доктора. Имеется противопоказание. Проконсультируйтесь у специалиста.